Итак, мы вам немного заранее перед семинаром скинули файл, который нужно было скачать, распаковать и запустить Docker Compose. Собственно, что в этом файле, в этом архиве лежит? В этом архиве лежит небольшой проект, написанный на Django. Когда вы запускаете Docker Compose, он создает базу данных. Давайте откроем этот файл. Итак, вот мы видим сервис DB, который создает Docker Container с мускулем. Здесь прописаны пароль, рута, имя базы данных, пользователь и пароль пользователя. Ничего сложного. Потом прокидываем порт, чтобы можно было зайти на него с хоста, посмотреть, что там лежит. И сегодня мы будем этим пользоваться, мы будем добавлять туда индексы. И также вот веб, который собирает Docker файл, который лежит в текущей директории и запускает Python Run Server. В общем, ничего сложного. Также он монтирует текущую директорию в папку код и прокидывает порт, в моем случае, 8000 в 8000. То есть через localhost 2.8000 мы сможем зайти на наш веб-сервер, который написан на Django. Собственно, основное, что здесь мы посмотрели. Итак, посмотрим, что у нас лежит в проекте. В проекте у нас лежит стандартный для Django файлики, там requirements.txt, это питоновский файл, test project, manage pool, ну ничего необычного. Интереснее всего папочка books. Так, тут у нас из того, чем мы будем сегодня пользоваться, это views и models. Ну, models, это все знают, что такое Django. Кто не знает, что такое Django models? В общем, это некоторое представление для работы с базами данных. То есть вы описываете структуру в файле models, и Django сама создает сопоставление этой структуры с таблицей в базе данных. Одна структура, одна таблица. Давайте откроем этот файл и посмотрим на примере. Итак, у нас в нашей базе будет 4 таблицы. Таблицы — это авторы, книги, читатели и, собственно, таблица, которая связывает читателей с книгами. Ну, я ее назвал reading, то есть это когда читатель взял книгу, например, в библиотеке. Ну, это вот один из примеров, как можно использовать данную таблицу. Собственно, у автора есть имя, дата рождения, у книги есть название, дата написания, автор и количество страниц. У читателя есть имя, дата рождения, дата регистрации. Собственно, когда читатель берет книгу, то в табличку reading добавляется новая запись с ID читателя, ID книги, началом чтения и датой окончания чтения. Собственно, здесь ничего такого сложного, интересного нет, и мы можем посмотреть, что создает нам Django, когда мы запускаем миграции. Для этого подключаемся к мускулю. Напомню, что мы прокинули порт, минус P3316, хост, localhost. Так, секунду, юзер, тест, юзер, и пароль, тест, отлично. Итак, вот мы видим, какие таблицы создает Django. Если вы проделаете то же самое у себя, вы таблиц не увидите, потому что перед тем, как они появятся, нужно запустить миграцию. Собственно, для этого вам нужно запустить Docker Compose, то, что мы вам писали в письме. Дальше, либо его запустить с плашком минус D, чтобы терминал, ну, вернул управление терминалом, либо открыть соседнюю вкладку терминала вашего или консоли, еще одно окно, и выполнить следующую команду, вот, которая выделена, всем видно или покрупнее сделать? То есть, а что вы до этого делали? До этого делали Docker Compose App, то же самое, то есть, просто запускали наш проект. У меня вот таблицы не показываются. Да, таблицы не показываются, я... Для команды вообще-то, надо же в этот тускель как зайти. Ну, смотрите, когда вы запускаете Docker Compose App, то у вас создается база данных в Докере. Пустая. Это делает все Docker. Так, ну, вам, вы поможете, да? Хорошо. Итак, соответственно, после этого можно запустить команду DockerExec минус IT, дальше имя нашего контейнера, который создался, и binbush. Это команда, которую мы хотим исполнить на три контейнера. Нам это нужно для того, чтобы зайти в контейнер с запущенной Django и запустить миграции. Собственно, когда вы эту команду выполните, то вы получите управление над башем внутри контейнера с Django. У всех получилось? Или кто-нибудь делает вообще? Да, да. Отлично. После этого можно запустить миграции. Ну, вот три команды, которые нужно выполнить, и таким образом у вас появятся необходимые таблицы. Давайте продемонстрирую это. Так, они у меня называются немного по-другому, не так, как у вас, но разницы нет. Итак, вот я зашел внутрь, и… Можно? Да, можно. Чуть-чуть помедлю. А, хорошо, прошу прощения. А где файл кондиционера? Django.doker.web.1 Django.doker.web.1 – это не имя файла, это имя контейнера. Докер о нем знает. Не получается, а что говорить? No change detected, а вы прям вот, прям так запускали, да? Make migrations, потом books, иммигрейт. Вот, ну, да. Какая? MySQL минус плэта, 3,5,6. Так, а что говорит? Error can't connect my expresser, и ворота. Если строить один, пассивный, ну, один. А можно? Да. А, вернуть, конечно, да. А, все, понятно. И он просто не секьюрный делает? Не секьюрный? И он не дает приконнектиться? Кошмар какой. Ну, да. Можно просто минус П поставить, потом пароль вести секьюрный, который не засветится в хисторе. А, раз, кто я знаю пароль? Пароль, тест, нижнепочеркния пасс. Он специально очень сложный. Итак, у кого получилось? У кого не получилось? Миграция, да. Не получилось у кого? А на чем остановились? На пароле. На пароле. Хорошо. А еще? У меня не получается make migrations. Первую строчку, потом он. Make migrations books? А что говорит? Да, договорились. No change detectator books. No change detectator books. Так, давайте попробуем в своем месте запустить. Так, no end quest. Секунду. Так, все, секунду. Тоже хочу это повторить, посмотреть, как вы этого добились. Так, все, секунду. Так, все, секунду. Jungle Dokker tb1. Все верно. Dokker compose up. А у кого еще проблемы какие возникли? Какие у вас? Про вашу проблему мы помним. Пока не получается решить. Какой хостпорт прописали? 33.1.6? А Docker Compose успешно прошел? А что пишут? Коммит? Нет, не обязательно. Миграция? Что еще раз? Он же запущен. Когда вы его заново запускаете, он продолжает свою работу, оставляет данные. Он не теряет данные. У него выделенный volume для этого создается, где он работает. Так, Docker Compose у кого-то не запускается с задних рядов? Не запускается, но пишет temporary fail name resolution, запятая скобочка. Я даже не знаю. Вот. Давайте в перерыве к вам подойду. Вот у кого name resolution. А вот с задних рядов можете еще раз прокомментировать, что именно не получается? Что пишет? Команда не найдена. Команда не найдена. Возможно, у вас установлена какая-то ограниченная... Неполная версия Docker. Нужно Docker Compose установить заново. Да, отдельно. Команды. Команды, вот они. А если нет, то можно... Ну, как таких может не быть, если они должны быть? Ну, он говорит, что так все умеет. Ну, change. А надо все инвертируем? Нет, это команда. А вы что запускали? Я сейчас зашла в MySQL и пушка из него. Ну, в MySQL зашли, да? Да. Значит, верхнюю команду вам первую не нужно, а вам нужно только вторую. Ага. Вот. Итак, если у кого-то пишут то, что при запуске Docker Compose, что версия какая-то не та, то там нужно версию стройки на двойку поменять. Это уже известная проблема. Docker Compose.yaml Вот там в самом верху написана минимальная версия. Вот третья, видимо, у вас не третья. У вас, наверное, вторая. Если поставить вторую, то тоже будет работать. А какой код там, когда код требует? Заработало? Отлично. Что еще раз? Он там, когда код требует, какой код? Пароль, сейчас покажу. А еще не закончили, да? Конечно. Конечно. Итак. А их все надо, да? Да, их все придется сделать. У кого получилось выполнить миграцию, те могут зайти на localhost 8000 slash books и увидеть количество записей в вашей табличке. Там должно быть все по нулям. А как саму базу данных сейчас зайти? Куда это все попало? MySQL минус хост 127.01, порт 33.16. У него пишут, что нет файла manage.py. У меня по нулям. По нулям. Отлично. У кого по нулям, это очень хорошо. Это значит, что у вас база создалась. У кого пишут, что нет файла manage.py, давайте тоже в перерыве подойду, чтобы всех остальных не тормозить. Попробуйте там с соседом вместе поработать. Команду MySQL? Да. Этот экран уже никому не нужен? Отлично. Команду MySQL. MySQL. Секунду. Вот. Пожалуйста. Само внизу. Вот. Когда вы выполните эту команду, то вы должны зайти в MySQL. И там, когда вы сделаете шоу, так еще можно сделать тест. ДБ. Вот. Вы зайдете в базу тест ДБ, и в ней, когда сделаете show tables, вы увидите, что Жанка создала служебные таблицы. Ну, не служебные, а, собственно, необходимые ей таблицы. По одной таблице на каждую модель. Так. Команда не найдена. MySQL. Команда не найдена. Попробуйте тогда просто зайти localhost 8000 или какой-то там у вас порт. Слэш-букс. Да. И он показывает то, что не ошибку, а то, что все по нулям. Можно просто нажимать команды? Да, конечно. MySQL уже никому не нужно, да? Как заходить? Как заходить? Как заходить? Как заходить? Вот команда. Еще раз пароль. Пароль. Тест нижнее подчеркивание, пас. так получилось а вас таки в итоге запустился отлично так давайте поднимем руки у кого получилось зайти на localhost и они увидели нули отлично почти почти половина у остальных возникли разные проблемы вот кто на какой стадии у кого получилось зайти в докер через докер экзек вот выделенная команда у одного получилось у кого но из тех кто не до конца еще доделал кто не смог дойти до конца но смог зайти в докер поднимите руки вот докер экзек нет нет таких то есть если не получилось то не получилось ничего я правильно понимаю make migrations он говорит вам что нечего мигрировать давайте давайте попробуем вот вместе со мной тогда делать итак вот мы видим что я то же самое запустил что и вы сейчас покажу последняя команда сейчас она становится я делаю докер композ апп вот прям все один в один так вот докер композ апп делаем минус д чтобы он терминал освободил и дальше выполняем вторую команду докер экзек вот я внутри дальше делаю make migrations но ученец у вас так же а попробуйте тогда зайти либо в базу либо на localhost и посмотреть что там давайте я вам туда тоже потом подойду потому что странная какая-то ошибка и мы с вами в прерыве у всех так было так а него не уже внутри проекта а ну значит подцепились давайте тогда следующую команду пробуем выполнить прошу прощения за заменку такую спасибо итак вторая команда получается выполнить SQL migrate books 001 отлично тогда выполнять третью так он там выдал вам кучу строк с альтерами там отлично так выполняйте третью и после этого так это немножко не то после этого мы можем увидеть вот ну у вас будут у всех нули то есть баз данных содержит ноль книжек ноль авторов ноль читателей и ноль чтений если по-русски получилось у вас а вот migrate последняя команда запустилась она выполнилась тогда пробуйте зайти на localhost должно получиться отлично у вас тоже получилось у нас какой-то перекос получился вот правая сторона аудитории у них у всех получилось а в левой стороне аудитории почему-то не получилось ничего я предлагаю когда у нас будет перерыв ближайший немножко вам пересесть чтобы у каждого рядом был человек у которого все получается который сможет вам как минимум показать что он делает и вы сможете посмотреть и собственно повторить я думаю так будет лучше для всех если нет возражений то так и поступим и так теперь посмотрим еще раз что у нас лежит в базе данных через mysql и все должны увидеть примерно такую картину то есть джанга создала нам четыре таблички как раз по одной для по одной для каждой модели и две вспомогательные таблицы там свои служебные кто-нибудь увидел такое же в мускуле отлично давайте подождем пока побольше людей это сделает mysql not found mysql not found mysql not found посмотрите у соседа но дело в том что у вас на хостовой машине не установлен mysql знаете что можно сделать можно сделать docker.exec и имя того контейнера который с базой то есть примерно так docker .exec .it и имя контейнера кажется Django Django Docker db 1 да вот у меня зашел и возможно там получится приконнектиться к локальному мускулю да Да, отлично Итак, мы видим, что здесь есть команда mysql В этом докере Вам нужно повторить выделенную команду Собственно, потом вы сможете запустить mysql Только единственное, что если вы изнутри докера Коннектитесь к мускулю Там нужно порт указывать не 33.1.6, а 33.0.6 Это касается только тех, у кого нет мускуля На хостовой машине То есть, это не все касается, еще раз Так, когда вы это сделаете Вы увидите вот такую табличку Это те таблицы, с которыми создала джанка Итак, давайте пока продолжим Посмотрим, какие у нас есть вьюшки Вьюшки Ну, это обработчики, пользователи таких запросов Если так совсем по-простому говорить Соответственно, их у нас несколько Это индекс Та страничка, которую вы видели Что она делает? Она ходит в базу данных На языке джанка, на языке питон, с помощью джанка Это пишется вот так То есть, берет количество объектов книг Потом количество объектов ритров Количество объектов авторов Количество объектов чтений И потом вам в ответе просто отдает Вот строку, которая здесь сиреневым выделена Вот эту Подставив туда нужные циферки Ничего сложного То есть, раз, два, три, четыре Похода в базу и выдача результата Просто счетчики Есть еще запрос детали книги Это когда вы по ID-шнику книги Запрашиваете ее детали Собственно, что она делает? Она делает get Select запрос в базу По ID Передавая туда все, что вы ей скажете Так, ID-бук не реализован Это для вас оставлю Дальше есть интересный запрос Current Book Readers Этот запрос выдает в ответ всех читателей Которые в данный момент читают Какую-то определенную книгу Вот фильтр Это условие B на языке MySQL То есть, где Где у данного читателя есть Чтение книги с искомом ID И Он ее еще не дочитал То есть, у него end date Еще не выставлен Да Можно буквально в 5 секунд Те команды, которые с миграющими Да, конечно Давайте на 5 секунд Пожалуйста Итак Соответственно, он селектит Из таблицы все записи Всех читателей У которых есть незаконченное чтение Дальше Есть History Book Readers Он селектит из таблички Всех читателей У которых есть законченное чтение Вернее, не так У которых есть чтение В данный период То есть, вы ему говорите Когда искомая дата начала Когда он, например, взял книжку Из библиотеки И дату конца Когда он ее вернул И все читатели Которые В этот период Брали книги Они Брали, вернее, данную книгу Они будут выведены на экран Ну, сейчас мы посмотрим Дальше есть Поиск книги по имени И Добавление книги Ну, поиск книги по имени Понятно, мы селектим Где имя содержит Ту фразу, которую вы ему написали Добавление книги Делается через метод пост Просто в JSON Передать туда JSON С полями name Ну, название книги Дата написания ID автора И количество страниц И он их Вот таким образом Сохраняет Вот эти Три строчки Нужны для Сохранения книги То есть мы должны Найти автора по ID Которую мы ему передали И Создать новую книгу С этим автором Дальше У книги можно запросить Автора Ну, получается Мы должны Выбрать Из таблички Авторы Тех авторов Чей ID В искомой книге Записан Ну, собственно Он один будет Этот автор Это делается Вот такой командой Django Дальше два запроса Не реализованы Вот Add автор Добавление автора Ну, тут все просто Мы передаем В теле запроса Имя И дату рождения И Django сохраняет Двозу данных Автора Далее Можно добавить Читателя То есть Получается Зарегистрировать Нового пользователя В вашей Там Картотеке Библиотеке Неважно У которого есть Имя Дата рождения И В конце Можно Прочитать книгу То есть Вы передаете ID книги В данных Передаете ID Читателя Когда он Начал читать И когда он Закончил Ну Собственно Собственно Примерно Так Понятное Дело Что это Не готовая К боевой Эксплуатации Апишка Но Для наших Целей Она Сойдет Собственно Что теперь Можно сделать Как вы уже Слышали Мы можем Добавить Автора Добавить Пользователя Добавить Добавленного Ранее Автора Книгу И Сказать Что Какой-то Пользователь Читает Какую-то Конкретную Книгу Это Вот Такая Цепочка Добавлений Информации Также Мы можем Выбрать Информацию Мы можем Выбрать Книгу По ID Можем Выбрать Книгу По имени И можем Выбрать Получается Всех Читателей Которые Читают Либо Читали Данную Книгу В какой-то Перед Время Смотрите Сейчас У вас База данных Пустая Собственно Наша задача С вами Добавить В эту базу Данных Информацию Как это Можно сделать Ну У кого Какие идеи Как добавить У нас Мы писали API Я вам Рассказал Какие действия Позволяют Вот Что теперь Нужно делать Кто мне Расскажет Да Оно Соединено Сурлами Конечно Да Отлично Но У нас Пост данные Поэтому В браузере Не получится Да Отлично Можно с помощью Курла Можно это сделать Например С помощью Firefox У Firefox Есть В панели управления Возможность Генерировать Новые запросы С пост данными Постман Есть Отлично То есть Способов Множество А можно Даже использовать Для этих целей G-метр Который мы Смотрели В понедельник Просто Сгенерировав Один запрос Указав Ему данные Давайте Сейчас Этим И займемся То есть Нам нужно Нагенерировать Какое-то количество Хотя бы Там Две-три записи Это вот Самое простое Вот Кто Все еще Не понимает Как это делать Мы Перечислили Четыре способа Кто Не понимает Что нужно делать Так А вот Ваш сосед Сможет вам Объяснить Показать Сможете Так Ну Видимо Да Кто еще Не понимает Что нужно Делать Отлично Все Понимают Ну Давайте Давайте Так В первую Очередь Добавим Двух Авторов Можно Случайным Образом Имя И дату Рождения Сделать Добавим Этим Авторам Каждому По две Книжки И Добавим Двух Двух Читателей Хорошо Все Если у кого-то Появляются Вопросы А у кого-то Что-то Не получается Не работает Можете Меня Спрашивать Я Подойду И помогу Итак Как Некоторые Уже Заметили Там Есть Одна Небольшая Ошибка В Моделях В общем Registration Date Он Не Выставляется По дефолту В Now У Читателя А Во Вьюшке Он Тоже Никак Никуда Не Выставляется Соответственно Нужно Это Исправить Первый Способ Это Во Вьюшке Добавить Выставление Registration Date Равно Time Now Давайте Откроем Код И Все Вместе Это Посмотрим Так Это Файл Books Итак Вот Books Views Poom И Вам нужно просто открыть файл Views.py И Здесь В методе Который Добавляет Ридера Добавить Ему Еще одно Поле Сейчас Скажу Как оно Называется Ридер Вот так Это Называется Registration Date Давайте Для простоты Просто Укажем Сегодняшнее Число И Вот После того Как вы Это Все Сохраните Она Должна Заработать Что Еще Раз Так Еще Раз Не Слышу Вас Да Скопирование Спасибо Так Лучше Что А Че Не так Он Должен Съесть В конце Концов Без Дейт У него Точно Такая Же Строка Так Что Он Ее Съест Где Еще раз В Readbook Не Был Никаких Сменений Пока Так Что Все Все Добавили После того Как мы Сохраним Ваш Dev Сервер Он Автоматически Подтянет Изменения И Заработает Так Все Увидели Да Что Нужно Добавить Вот Эту Строчку Итак Давайте Попробуем Все Так Добавить Двух Читателей Ну И Давайте Я Вместе С Вами Тоже Сделаю Примерно Так О Отлично У меня Заработало Я Думаю У вас Тоже Должна Итак Мы Добавили Ридера Номер Три Читатель Номер Три Вот Таким Образом У всех Начать Только Можно, но мы не даем как бы пользователям доступ к базе напрямую обычно, а делаем это через методы API, вот то, чем мы сейчас занимаемся. Вот у вас есть методы API, нужно ими воспользоваться. Собственно, после того, как вы это все сделаете, мы попробуем сделать некоторые get-запросы, это можно делать прямо в браузере, посмотреть, что у нас действительно добавились книги по ID, посмотреть, что у книг есть авторы, это book-id-автор, потом запросить читателей некоторых книг и запросить текущих читателей и прошлых читателей. Ну, просто попробуем, что оно все работает. И когда мы это закончим, мы приступим к нагрузочному тестированию с помощью G-метера, то есть вот эти вот команды, которые мы делали с помощью курла одноразовым, ну, один-два раза, мы это все перенесем в G-метер и заставим добавлять очень много записей. А можно еще разобрать? Да, конечно. Это можно делать снаружи, ничего заодно не собирать, потому что файлики, они общие, то есть те, которые, те файлики, которые... Да, секунду, тут попросили показать, что надо исправить. Вот, исправить в методе addReader, добавить registrationDate. Вот это. RegistrationDate равно и текущая дата. Да, и он их перенесет в контейнере? Ну, он их не перенесет, просто внутри контейнера он использует те же самые файлы, что у вас снаружи. Ну, мы примонтировали эту папку внутри контейнера. Итак, вот, вот команда. Так, подожди, что? Команда read. Вот, вот такая команда, вот, которая подсвечена. Вы ее выполните, и, соответственно, ну, 2, 3, что? Until, он опциональный. То есть, если его нет, то он выставится на... Если он есть, то он выставится. Соответственно, да? Сколько нужно ссортать активно? Ну, 2, от 2 до 4, по желанию. То есть, можете, можете меньше задать, если лень. А что будет, если указать в Урле, ну, в соответствии с ридером ID? В Урле там ID книги. То есть, books slash 1, это ID книги, первая книга. А в данных, которые мы передаем, ID читателя. Соответственно, ну, у вас 4, да, 4 книги от 1 до 4 ID-шники у них, 2 читателя, 1, 2 ID, и все. Что мы теперь можем сделать? Мы можем посмотреть, какие у нас есть книги. Так, ох, не то. Books 1, вот. Я, Лукина, Book Object. Ну, у вас там, по-моему, что-то другое может выдаться. Book 2, и есть еще Book 3 и 4. Соответственно, вот 4 книги у нас нет. Дальше у книги есть читатели. Ну, сначала давайте посмотрим, у нее есть автор. Вот у первой книги автор, в моем случае, Толстой. У второй книги автор Достоевский. Соответственно, дальше мы можем смотреть читателей. Ну, собственно, вот их, так как я несколько раз перезапускал команды, когда вам показывал, то у меня добавилось очень много читателей по имени Вася и всего один Олег. И они все читают эту книгу в период с первого, в общем, они первого августа этого года читают нашу книгу. Ну, потому что у всех было одинаковое время чтения в тестовом примере. Если поставить какую-нибудь другую дату, то у нас может все поменяться. Так, давайте... Так, это значит, все, которые... Да, если убрать не делаю, то убирать не надо. Чтобы посмотреть тех, которые сейчас читают, есть отдельный конец, который называется Reader's Current. Вот, все люди, которые прямо сейчас читают. То есть те, которые взяли книгу, но не вернули ее, у которых старт дата задана, а end дата не задана. Поэтому end дату нужно обязательно задавать. То есть там, ну, можете переписать, чтобы она была опциональной, но в том или в той реализации, которая сейчас есть, она обязательная. И получается, в простейшем случае вы можете указать сегодняшний день и все. Она там не обязательно, вам просто почему-то ее не распаршивают. Ну, возможно, там ошибка есть. Не исключено. Итак, таким образом мы посмотрели, что наша опишка в принципе работает. Иногда падает с ошибками, когда мы что-то не то пишем, что она ожидает. Но, как правило, она работает успешно. И теперь мы можем попробовать под нагрузкой, как же у нас поведет себя база данных. Для этого я предлагаю вам добавлять, ну, скажем, авторов через G-метр. Что для этого нужно сделать? Нужно для этого запустить G-метр. Так, возможно, она меня уже запущена. Так. Ага, G-метр. К сожалению, немного подтормаживает Mac. А, вот. Получилось. Нужно то же самое делать практически, что в прошлый раз. Добавить пользователей, которые будут какое-то количество потоков писать. Можно просто показать, как запустить его? Как запустить на Mac и G-метр? Просто в консоль написать G-метр. И он запустится. А если он установлен, конечно. Дальше добавляем. А если он не запустит? Или если его нет? То надо поставить брюки. Нет, я его ставлю. Так. Иван, посмотри, пожалуйста. Итак, дальше HTTP request. Здесь метод, нужно выбрать пост. И вот сюда вот в боди-дата, прям вот как мы писали, JSON-ом добавить данные. Можно просто скопировать из курла, чтобы не писать заново. То есть из той команды, которую мы запускали до этого. Соответственно, дальше нужно IP-адрес указать, localhost, порт 8000. И путь, собственно, все у вас есть. Когда мы это сделаем, можно для тестов это все запустить. Давайте я проделаю это с вами. Так, под... Вот он. Добавление автора. Вот просто берем и копируем. Копируем сюда путь. И копируем данные. У нас будет очень много авторов по фамилии Достоевский. Но это не страшно. Собственно, все. Мы можем, ну, проставить там таймауты. И начинать делать запросы. Добавив сюда еще листнер, чтобы увидеть результаты. Так, в 10 потоков добавляем авторов по фамилии Достоевский. Так, сохранить. И вот пошли запросы и видим статус зелененький. То есть все успешно. Ну... Что именно? А, да, добавлять. Аж теперь квест сделали, да? Что сделали? Вот. Я нажал. Управил метод пост. Метод пост. Отлично. Теперь нужно нажать body data. И скопировать сюда свой джейсон. Вот. Так что проделал, все получилось. У кого нет проблем с этим? Сколько мы допугаем? Ну, для теста я добавил просто 10-10 записи. Просто чтобы проверить. Это number of threads, да? Number of threads 10. И здесь еще loop count 1. То есть он, каждый из запросов один раз выполнился. Но на самом деле это не очень интересно. Интереснее по расписанию запускать 40 секунд. Что? Body data. Да, конечно. Вот body data. То есть просто скопировал из курла тоже там в данных. Minus data. То есть один в один скопировал. Обращаю внимание, метод пост, body data, порт и хост. Все, что я указал. Ну, плюс таймаута. Итак, я запустил у себя тесты. Вот они идут. И мы можем посмотреть агрегат репорт. То, что наш сервер 27 запросов в секунду обрабатывает успешно. И срок растет. Соответственно, довольно быстро, меньше секунды занимает добавление одной записи в таблицу. Так что вроде как все здорово. Ну, да, такой простейший нагрузочный тест, чисто в 10 потоков. Просто для демонстрации. Сейчас мы будем делать более интересную нагрузку. Мы будем совмещать нагрузку читающую и пишущую. Потому что в реальных проектах у вас, естественно, люди и не только пишут в вашу базу данных с помощью вашей IP, но и читают из нее. Соответственно, вот мы добавили HTTP request пишущий. И можно таким же образом добавить еще один HTTP request, уже будет читающий. Так, кто дошел до этого шага? Хорошо. А кто не дошел, те, что сейчас делают? Кому нужна помощь, можете обратиться ко мне или к коллеге, к Ивану. Сколько надо поставить? Что? Сколько всего. Ну, для начала давайте поставим немного. Скажем, вот у меня стоит 10. Так. Подождите, немножко не туда я поставил. Надо добавить новый thread group. New thread group. Чтобы у вас был thread group. Пускай будет write. Вот вверху там имя группы можно задавать. И thread group read. Соответственно, здесь можно точно так же поставить forever, поставить количество запросов, читающих можно больше. И расписание те же самые 60 секунд. Там 40. Хорошо, 40. Ну, вот мы видим. Примерно две одинаковые группы. Но отличаться они будут запросом, который здесь выполняют. У второй thread group нужно добавить тоже сэмплер, HTTP request. Только здесь уже прописать тот же самый айпишник, но запрос get. Читать авторов. Что? Читать как авторов. Читать, ну, можно авторов, можно другой запрос. Давайте, так как у нас сейчас очень мало в таблице книг и очень мало читателей, то пока можем просто... Ну, вообще, по сути, без разницы. У нас таблица пустая, нам без разницы, что читать. Давайте для примера прочитаем самый сложный, самый тяжелый запрос, который достает по рейнджу читателей какой-то книги. То есть это books, потом ID-книги, readers, history и fromuntil. Вот я предлагаю именно этот запрос использовать для тестирования чтения. Так, вот, вроде готово. Давайте пробовать запускать. Так. Так. Ну, можно добавить еще один listener. Ай, нельзя как-то общий добавить. На самом деле можно. Сейчас попробую показать. Summary Report, кажется, общий. А, не, можно. А, еще раз. Что? Request. Да, конечно, давайте посмотрим. Books, потом ID-книги, readers, history. Ну, ID-книги можно выбрать либо одни, либо два, в вашем случае. Вот, отлично. Просто нужно назвать запросы по-разному, и они появятся двумя записями в табличке. Вот я переименовал HTTP request write и HTTP request read. Сделал у них разные имена. И они сразу стали двумя записями в табличке aggregate report. Как правило? Конечно, нормально, потому что вы начали ее не только писать, но и читать из базы. Собственно, Иван на лекции вчера должен был рассказывать вам про чтение, про запись, возможно, даже про индексы. Рассказывал? И какие есть идеи, почему у нас запись просела, когда мы начинаем читать? Блокируется таблицу. Так, и? Она уже блокируется у нас только при записи. Вот когда мы пишем, она блокируется. В зависимости от, наверное, у нас не изоляция, а может на запись, а может на чтение блокируется? Ну, она не блокируется на чтение, она блокируется только на запись. Может, да. Тем более мы пишем, ну, мы не обновляем записи, а мы добавляем их. Поэтому чтение тоже должно по идее работать. Есть идеи у кого-нибудь? По поводу чего? Почему у нас, а когда мы пускаем параллельно записи чтения, у нас запись проседает очень сильно. Хуже становится, начинает писать. Когда мы одновременно и пишем, и читаем? Да. Читает хуже? Да. Ой, пишет хуже? Он пишет хуже, да. Так, у нас, напомню, 100 было чтений и 10 записей. Так, почему же он, когда 100 чтений и 10 записей параллельных, начал хуже читать? Хуже писать, чем читать. Если только чтение, он пишет хорошо, а если добавляем еще записи намного больше, то пишет плохо. Есть у кого-нибудь идеи? Потоки ПД занимаются. Так, чем они занимаются? Чтением. Ну, в общем-то, да. Так, подробнее вам еще может Иван на лекции рассказать. Я знаю, он любит такие вопросы рассказывать. Итак, давайте попробуем пустить разные шарлоны нагрузки. Вот мы сейчас попробовали, получается, примерно 10% записи и чуть-чуть больше, чем 90% чтений. А давайте попробуем 50 на 50 пустить. Как мы видели, 10 запросов для нашей базы вообще ни о чем. Давайте попробуем по 50. 50 и 50. И посмотрим, как будет вести себя наша база. Открываем aggregate report и запускаем. Ну и вот что мы видим. А что мы сделали перед этим? Мы изменили количество параллельных запросов. 50 на чтение и 50 на запись. Это делается на вкладке thread group, number of threads. Итак, у всех, я думаю, получилось создать много авторов с помощью пишущих запросов. Так? Давайте откроем наш браузер на начальную страничку. И посмотрим, у кого сколько там. У всех больше там тысячи, скажем. Нет? Я могу еще побоить. Ну давайте еще побоим. Ну то есть нужно какое-то большое количество авторов создать. Я буду 30 тысяч. Отлично. Нормально. Теперь давайте попробуем поменять запрос пишущий, чтобы он писал книжки. И чтение и запись будут идти в одну и ту же таблицу. То есть мы читаем там сложный запрос с join, с использованием book.id. А вот писать мы будем тоже, получается. Так, секунду. Нет, читать мы будем другую таблицку. Давайте тогда генерировать не книги, а чтение. Генерирует readings. Чтобы мы и писали в эту таблицу, в табличку, в таблицу readings, и читали из нее, из этой же таблицы. И тогда у нас картина времен запросов полностью изменится. Насколько я понимаю, у всех почти получилось примерно поровну. Срывал путы и латенси в пишущих, читающих запросов. Это так? Да. Да, отлично. А теперь, когда мы будем и читать, и писать из одной таблицы, у нас картина должна несколько измениться. Вот попробуйте, пожалуйста, и посмотрите. Кто ответит на почему картина изменится? Ну, индексов у нас пока в таблице особо нет. У нас только primary key. Видимо, пока запись идет, таблица вообще вся блокируется. Ну, в некоторых драйверах, в SQL, да, так происходит. В mySAM, например. Так блокируется вся таблица на запись. Просто в чем суть? В том, что мы, когда делаем select по таблице readings, мы там делаем, скорее всего, row scan, то есть читаем всю таблицу. И когда в этот момент делается запись, то нам приходится, ну, по сути, да, вот тут сам блокировка получается. И вот в данном конкретном запросе нам нужно будет подождать, пока исполн закончатся все операции записи. И когда worker в mySQL сможет начать обработку нашего запроса. И мы увидим то, что количество чтений просядет из-за этого. Ну, давайте посмотрим, попробуем. Итак, я так понимаю, почти у всех все получилось. У всех получилось сделать и пишущие, и читающие запросы из одной таблички. И теперь давайте попробуем добавить индексы в нашу таблицу. Собственно, запросы вы видели примерно, как они делаются. Можете представить, как их выполняет база данных. И, соответственно, я думаю, сможете сами написать индексы. Это индекс один, который будет оптимизировать ваш читающий запрос. Итак, есть у какой-нибудь идеи? Может, ты кто-нибудь расскажет, какой индекс нужен? Для чтения, вот, для чтения, ну, который Reader's History или Reader's Count, вот, для одного из них какой нужен индекс? Напомню, что он показывает всех читателей данной книги в какой-то промежуток времени. По книге, по книге. По книге, а, так, составной. Кто сказал составной, какой? Можно по автору, потом по книге. По автору, потом по книге. А зачем по автору? Мы там только по эти книги смотрим. А, может, книга, читатель? Книга, читатель. Так, а зачем по читателю? Расскажите. Нет, можно добавить только подать, но, наверное, не обязательно. Мы какой запрос предоставим? Мы хотим оптимизировать запрос, дай мне всех читателей, которые читали эту книгу, в какой-то период времени. То есть, на вход подается ID книги и интервал по времени чтения. На выход нам нужно получить список читателей. Итак. Есть идеи еще раз. Вопрос. В какую таблицу нам нужно добавлять индекс? Так, табличку reading. Все это понимают? Хорошо. И что мы запрашиваем в этой таблице? Можно еще раз, пожалуйста. Мы делаем запрос всех читателей, которые читали данную книгу в данный период времени. На вход подается ID книги и интервал времени. На выход возвращается ID читателей. Окей. Книга читает сейчас? Что еще раз? Reading. Ну, таблицка readings. Да, спасибо. Это мы уже определили. Дальше. Составной индекс. Что в этот индекс? Зачем? Так, книга. Книга и время. Возражения есть? Все согласны с этим? А вот может читателя в конец еще добавить? Чтобы он прямо из индекса все заселектил? А если он нас ночевал, времени не будет работать? Правильно, не будет. Не будет, значит, так. Так, ну, почему только книга? Ну, потому что у нас... Нет, смотрите. Он у вас сначала по книге сможет сделать селект по индексу. Потом сможет использовать интервал, если это составной индекс. Но вот дальше третью часть индекса он уже не сможет использовать после интервала. Оно так работает. Предлагает три индекса. То есть предлагает составной из двух, из книги и времени. Да, я понял. Но просто, я так понял, молодой человек говорит, что нельзя вообще составной делать. Или я неправильно вас понял? Ну, то есть по времени андроид работает? Да. Если сделать составной индекс из двух частей, ID книги плюс время чтения, то он сможет делать запрос по точному совпадению, потом плюс по рейнджу. Вот. Соответственно, если добавлять этот составной индекс еще дополнительные части, то они уже использоваться не будут, потому что у нас использование индекса останавливается там, где было использование рейнджа. Вот. Итак, у нас в нашей табличке есть два времени. Start date и end date. Соответственно, нужно по одному из них построить индекс. То есть ID книги плюс одно из времен. Напомню, что у нас end date используется не всегда. Если мы запрашиваем current, то у нас, насколько я помню, end date не используется. Ну, вы можете посмотреть в запросах. Соответственно, вот если бы я это делал, я бы построил индекс именно по start date, потому что он используется в большем количестве запросов. Он сможет больше количества запросов, как бы, в большем количестве запросов этот индекс можно будет использовать. Итак, да. А вообще можно ставить индекс по полю, который необязательный? В смысле? Который может быть 0? Да. Да, конечно, можно. Как он будет обращаться с записью? Ну, если 0, то он будет считать, что это одинаковые записи, если у них у всех 0. Вот и все. Итак, все знают, как создать в MySQL индекс. У всех есть интернет. Google у всех работает, да? MySQL Create Index. И там прям первая ссылка вам покажет документацию, как создать индекс. Вам нужно создать индекс составной, ID книги и время начала чтения. И попробовать тот же самый запрос сделать только после создания индекса. Те же самые запросы. И посмотреть, что изменится. Дальше будет лекция, на которой Иван расскажет про MySQL, правильно? Да, в конце я решил добавить немножко хардкора, а то SQL тут, я думаю, все сдают. Ну, уже узнали. Уже узнали, да, поэтому быстренько подбежимся. И я расскажу про шардирование и про тонкости, с ним завязанные. Сейчас я заказал флипчарт, потому что, на самом деле, на ходу придумал, как дополнить чем-нибудь интересным и хардкорным. Чтобы не скучно было, чтобы было все интересно. Чтобы для настоящих любителей хардкора все было. Поэтому будем рассматривать всякие сложные механизмы, связанные с решардником и тому подобными схемами. Как делать решардник без потерь. Это тоже наш авторский метод, который мы годами выстраивали и, наконец, научились делать по-человечески. И что, всегда получается без потерь, Ваня? Последние два раза получалось. Ну, понятно. Итак, по поводу нашей практики и кому интересно, можете уже сами сделать еще несколько вещей. Ну, очень советую попробовать руками. Вот мы сейчас создали один индекс. Посмотрите, как он поведет себя, как поведут себя записи и чтения, как изменится. Ну, возможно, оно изменится не сильно, потому что у нас таблица пустая. Можно тем же самым G-метром заполнить таблицу посильнее и повторить процедуру, увидеть разницу. А дальше создать еще два-три индекса. Желательно как можно более двухсоставные, трехсоставные. Чтобы увидеть, как замедляется запись при наличии большого количества индексов. Потому что, к сожалению, очень часто люди думают, сейчас я полно создаю индексов на каждый запрос свой индекс. И все будет работать шикарно. На самом деле, это выливается часто в то, что работает все плохо, если у вас есть записи в вашу таблицу. Они очень тормозят, потому что индексы, они требуют затраты ресурсов при добавлении записи в таблицу и при редактировании. И если у вас будет время и желание это посмотреть, я очень рекомендую, это очень интересно. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Передаю слово коллеге. Давайте обозначим план на сегодня. Сегодня лекция по SQL. Я думаю, его все знают. Кто-нибудь не знает SQL, поднимите руки. Есть такие люди. Вот. Я одной руки не вижу в зале поднятой. Значит, SQL все знают. Это о чем нам говорит? О том, что мы быстро пробежим эту не хардкорную штуку. И перейдем к чему-нибудь интересному, к шардированию. Покажу наши схемы, как мы делаем ари-шардинг. Вот это реально сложная штука, о которой, наверное, мало разработчиков знают, как такие вещи делать хорошо и правильно. Вроде наш способ из тех, которые я знал самый прямой. Почему его не знают разработчики? Потому что он во многом завязан на админов. Вот. И это такая его особенность. К сожалению, многие разработчики не хотят лезть в админские дебри, а админы не хотят лезть в дебри разработчиков. Из-за этого получается сложно. И мы вот долгими совещаниями, мы совместно с админами пришли к этому методу. Поэтому давайте пробегаем SQL достаточно быстро и переходим к шардированию. Расскажу, что, зачем, почему. SQL это некий стандарт, который никто на самом деле целиком полностью не реализует до конца. Он делится на два как бы под языка, даже на три. DDL, Data Deformation Language, это все, что определяет вашу структуру данных. Это Create Alter Drop, DML, Data Manipulating Language, Insert, Update, Delete, Select. Ну, стандартные CRUT-операции. CRUT это Create, Read, Update, Delete. И DCL. Это часть DDL. Это то, что позволяет вам устанавливать какие-то ограничения. Это то, что мы вчера рассматривали. В частности, ACID, что обеспечивает вам консистенцию в базе. Капиталистики SQL это регистр независимый язык. То есть, неважно, большими буквами вы пишите или маленькими. Каждая команда заканчивается точкой с запятой. Моя любимая синтаксическая ошибка. Все время забываю точку с запятой в конце поставить. Тяжко с этим. И в языке есть комментарии. Почему здесь восклицательный знак и это важно? Кто мне скажет? Почему то, что в SQL есть комментарии, это безумно важно? SQL-инъекции. Все правильно. Это типичный способ обрезать запрос. Про то, что у вас есть комментарии, надо знать. Если в стандартном языке комментарии это такая минорная фича, о которой, в принципе, можно забыть, ничего страшного не случится, то в SQL это безумно важно. С помощью комментариев очень много сайтов можно взломать. Может, кто-то помнит, я не знаю, жив он сейчас или нет, но в середине 2000-х он процветал. Был такой сайт, античат. Там очень много, это был чуть ли не основной сайт для хакерской тусовки. Я там сделал постоянно, люди публиковали инъекции, которые найдены. И, как правило, большинство инъекций было тупая вставка комментариев. Вот так вот все ломалось. Немножко о DDL. DDL это создание объектов, как я уже говорил. Что можно создать? Table, таблицу, database, какую-то схему. Можно создать индекс. Можно создавать вьюхи, там много каких объектов можно создать. Не суть. Alter это изменение объекта. Drop удаление объекта. Какой у нас общий синтаксис? Это копипастено, на самом деле, с документацией MySQL. Тоже останавливаться серьезно на этом я смысла не вижу. Давайте осмотрим основные какие-то возможности. Прежде всего, это if exists, if not exists оператор. Что он нам позволяет делать? Чтобы, если у вас уже существует какой-то объект, и вы повторно будете создавать, чтобы это не сыпало ошибку. В вебе это достаточно редко, когда требуется. Не помню, когда я это в последний раз использовал. А вот если вы там пишете какие-то скрипты по аналитике, вот там это применяется. Прям написали скрипт поднятия базы данных, и везде написали if exist, if not exist. Просто, чтобы админ, когда перезапускает скрипт, он не сыпал ошибками. Там создали 10 табличек, потом захотели еще 2 досоздать. Прям в конец скрипта их дописали, и первые 10 табличек не будут сыпать вам ошибками, что все плохо. И дело дойдет до создания этих двух. Точно так же с DropTable у нее есть. Есть каскадное удаление таблицы. Это все то же, что позволяет вам оставлять базу в каком-то консистентном состоянии. То есть у вас есть какие-то, допустим, внешние ключи на другие сущности. Вы тоже каскадом будете удалять все это дело. Удобно? Хорошо. Вот пример создания таблички. Создаем табличку SQL Group By Sales 2. SQL Group By это название схемы. Sales 2 название таблички. Описываем всю схему таблицы целиком. Говорим, что Primary ID это первичный ключ. Говорим, что движок и на DB. По умолчанию есть, по-моему, и на DB. И задаем дефолтные какие-то значения. Говорим, что Primary ID это автоинкрементный ключ. И можно написать Show Table from SQL Group By. Он напишет, какие таблички есть. Вот видим, что одна из табличек будет Sales 2. Можем заальтерить табличку и добавить в нее столбик кус-адрес. После столбика кус-сенейм. И добавить еще кус-селери нот нул. После кус-эйдж. Появляется кус-селери столбик. И после кус-сенейм появляется кус-адрес. Ну, в принципе, видно. Так как дефолтных значений не задано, столбики будут пустыми. С селектом тоже более-менее все понятно должно быть. Что здесь важно помнить? Здесь важно помнить порядок операций, которые возможны. Когда мы селектим, сначала происходит выборка с помощью where. Потом происходит, если надо, группировка какая-то по столбцам. Потом происходит having действие. Потом сортировка, если она есть. И потом уже какой-то лимит, если нужно. Это важно помнить порядок операций, в каком она будет применяться. В принципе, достаточно очевидно, казалось бы. Но вот люди забывают. Я когда-то в какой-то банк собеседовался. Вот это был их основной вопрос, который они всем задавали. В каком порядке нужно применять эти операции? Не знаю, почему. Здесь также есть рекомендации по приоритету. Не знаю, зачем нужно. Что здесь важно еще? Есть селект дистинкт. То есть это убирать дубликаты или не убирать дубликаты. Вот, важная штука. Режимы работы селекта. Да, вот они. Выбираем все подходящие записи. Дистинкт это удаляем дубликаты. Откуда у нас могут появиться дубликаты? Ну, мы же можем выгребать не все столбцы таблицы, а только какую-то часть. Представляем, у нас там есть наш любимый пример, male, female. Их не так много, поэтому если мы захотим только пол пользователей выгрести, у нас будет всего две строчки в случае дистинкта, male и female. А в случае all мы получим все, что есть. Union. Union это, помните, вчера для индексов его уже смотрели, это объединение двух селектов. Какие ограничения есть на Union у нас, для этих двух селектов? Одинаковое количество. Да, все правильно. Одинаковое количество столбиков в двух селектах. Если у вас в каком-то селекте не хватает столбиков, мы дополняем 1, 2, 3, там можем просто дополнить до нужного числа, чтобы у них был одинаковый. Ну, то есть select surname, name age, запятая 1, 2, 3, 4. Кто-нибудь применял когда-нибудь такую фишку, знает, зачем она применяется, откуда я об этом, скорее всего, знаю. А это все также один из способов было типичных в доме сайта. Ну, сейчас, наверное, уже таких дырек меньше встречается. Но, опять же, в нулевых это был популярный кейс, когда я всем этим разбирался. Когда делали инъекцию, один из типичных векторов атаки был сделать Union Select еще из чего-нибудь, потому что большинство сайтов устроено так, что они берут нижний столбик, а нижний у нас как раз подставится Union, тем, который мы сделали. Ну, то есть, как это будет выглядеть, select, что-то там полезное, и там будет 5 столбиков перечислено. Потом пишем Union Select username, password from user. Так как первая таблица могла извлекать всего 5 полей, а мы хотим 2 поля, мы добиваем, запятая 1, запятая 2, запятая 3. И получаем все нормально, и там у нас печатались на сайте какие-то уже пользовательские данные. Логин, пароль пользователя. Пароль — это если слишком кривые руки у разработчиков сайта, они хранят пароль в открытом виде. Скорее всего, вы получите хэш-пароль. Запомните, никогда не храните пароль в открытом виде. Так, джойны. С джойнами регулярная путаница, какие они есть. Есть Inner Join, есть разные варианты Outer Join. Inner Join берет и печатает только те элементы из левой таблицы, для которых есть пара в правой таблице, и для правой таблицы то же самое. Есть Full Outer Join. Печатаем все элементы из левой таблицы и из правой таблицы. Если для какого-то элемента из левой таблицы не нашлось ни одной пары из правой таблицы, то пишем нулами, дополняем. И наоборот, из правой таблицы, если не нашлось ни одной пары из левой таблицы, то дополняем нулами значение левой таблицы. Ну и есть Left Outer Join, Right Outer Join. Я думаю, из таблицы тоже понятно, да и в общем-то все знают. Теперь из особенностей. По-моему, это особенность конкретно MySQL, Natural Join. Если у нас какое-то поле имеет одинаковое имя, ну как это может выглядеть? Пускай у нас будет табличка, где ID пользователя и его зарплата, и будет вторая табличка, где будет ID пользователя, запятая, ну что там может быть, его должность. Вот если сделать Natural Join, оно прям само поймет, что можно объединить их по ID-шнику, и таким образом мы получаем некое натуральное соединение таблицы. Получается таблица ID, запятая, зарплата, запятая, должность. То есть естественным образом соединяем. Не уверен, но вроде это фишка конкретно MySQL. Потому что, возможно, в Postgres есть, но в каких-то базах я его не встречал. Тоже полезно об этом знать. Order buy. Мы можем выбирать какие-то группы по какому-то принципу. Допустим, хотим, ну такая статистическая задача, там в Европе по этому поводу беспокоится, средняя зарплата мужчин, средняя зарплата женщин. Вот прям все сидят, считают. Делаем group buy по полу, и считаем какой-то агрегирующей функцией среднюю зарплату. Вот. В чем здесь фишка? Сейчас, ее что, нет, что ли, здесь? Там есть дополнительный глагол, visrollup, по-моему, он называется. Ставим и получаем еще плюс одну табличку, где будет средняя по всем расписано. То есть будет средняя по мужчинам, средняя по женщинам и средняя по всем. Limit from, row offset. Есть два способа. Можем задать какое-то ограничение. Помним, да, пример с гуглом, что никого не интересует вывод всего, вам достаточно получить там только n первых. Таким образом, вы не будете бить по базе больно. Найдете там 10 первых элементов, успокойтесь, или сколько вам там надо разумное число. Есть второй синтаксис, начиная с какой-то строчки, найди мне столько-то. Есть агрегирующие функции. Count, количество записей, подходящих по агрегату. Сумма значений всех полей, среднее значение, минимальное значение, максимальное значение. Еще раз напоминаю, что индексы нам помогают только с двумя нижними агрегирующими функциями min и max. Какие у нас есть особенности по агрегирующей функции count? Наверное, факт известный, но стоит повторить, потому что все время забывал вот этот синтаксис. Count id считает число строчек, где id не null. То есть у нас, если где-то id будет null, оно не попадет в count. Count звездочка считает число строчек. Причем скорость, если мне память не изменяет, count звездочка считает быстрее для ID сама, чем count id. Потому что там, по-моему, хранится число записей. Есть такая особенность, 100% сейчас не буду утверждать. А есть такая особенность, там звездочка и там какие-то единицы? Нет, нету. По-моему, нету. Groupby допускает группировать строку по какому-то полю. Да, вот тот глагол, о котором я говорю. Можно добавить with roll up. Есть еще операция having, очень похожая на where, только она отрабатывает уже не по первичным строчкам поля, а уже по агрегированным строчкам результата. То есть что у нас делает этот запрос? Мы извлекаем название департамента и число сотрудников этого департамента. И будем находить только те департаменты, где у нас число сотрудников больше одного. То есть если в департаменте есть один сотрудник, мы не будем печатать такие департаменты. Теперь из полезных особенностей есть вложенные запросы. Особенность в чем? Selecta должен быть только одного поля. Если мы хотим, допустим, сделать in, должно быть строго одно поле в вложенном запросе. Это ограничение, иначе будет синтаксическая ошибка. Теперь вспоминаем про explain, который я говорил вчера. Вот как эта магическая штука выглядит. Вот видно, что not using index key это как раз тот индекс, который будет использоваться. Это важно. Possible keys это те ключи, которые возможно было бы использовать. Key это тот ключ, который все-таки мы решили использовать. Select type это с join'ами. Есть вариант писать или по union. Вот главное, что здесь есть, и то, что вам 100% будет пригождаться, это possible keys и key. Роуз это сколько подходящих строчек было найдено. Еще раз, explain это то, что самое полезное. Надо запомнить из сегодняшней, из вчерашней лекции. Все остальное там достаточно очевидны из задачи, что вам нужно будет сделать. Вот если вы не знаете о существовании explain'а, будете долго думать, почему база 2kit. Потому что, блин, она индексы не использует. И вот, во-первых, запрос вы просто сделав explain'а, сразу поймете, что индекс не используется. Какие есть select type? Simple, primary, union, dependent union, subselected, как раз вот эти вот подзапросы, про которые я говорил, и derived. Типы, ну, константа это, понятно, когда select один, допустим. Индекс это по индексу. All это полным переборем. Вот если у вас происходит all, это самые плохие запросы, это значит, что вы перебираете всю табличку. Про остальные там почитайте, они более-менее похожи. Да. А если табличка маленькая, то пробировщик же может пойти не по индексу? Как это понять? Ну, а смысл ему идти не по индексу? Ну, он так вялый, это несплайдер. Ну, он же по первичному ключу все равно в конечном итоге будет проходить. У тебя, ты от этого никуда не денешься. А если у меня запрос будет на первичном ключе? А, ты об этом? Да. То он не идет по индексу, и нет, ну, нужно... Ну, фуллсканить будешь, естественно. Но мне же как-то надо понять, с какого количества я смогу проверить, он пойдет по индексу. Это можно? Нет, если у тебя есть индекс, он пойдет по индексу. 100%? Ну, я тебе представляю, чтобы он по-другому пошел. То есть, а почему нет? Это совсем маленькая, я пусть в 30 записи. Да нет, я не думаю, что он будет делать фуллскан. Но в любом случае, у тебя по ходу по индексу это логарифм. Вот, то есть логарифм всегда больше, чем линейное. Ой, пардон, всегда быстрее, чем линейное время. Не, я, конечно, понимаю, что это о нотации, там может константа сыграть какую-то роль. Вообще известно, что, по-моему, с пузырь головок быстрее работает, чем квиксорт на очень маленьких массивах. Вот, но тем не менее. Ну, там, это асимптотика, и я не думаю, что там такие оптимизации есть. Может, такое есть, но вряд ли. Инсерты. Что из инсертов важно знать? Инсертить можно с использованием селекта из другой таблицы. То есть берете и делаете инсерт в таблицу, полные копии и другой таблицы. Или там у вас есть таблица всех пользователей, вы хотите сделать таблицу всех людей, у кого зарплата больше 30 тысяч рублей условно. Ну, грубо говоря, там, не знаю, в какой-то стране сделают так, что налог будем брать всех, у кого зарплата больше 30 тысяч местных табликов. Вот, хотим получить таблицу тех, кто у нас облагается налогом отдельно. Делаем инсерт, интер тейбл, там, что-то там. Селект звездочка from table where селлари больше 30 тысяч. Как-то так. Вот примеры. Вставляем пользователя в таблицу Russian Users, как select звездочка from users, country равно Russia. Или можем вставить только в нужные последовательности числа, какие-то таблицы 1, c2. То есть, перечисляем, какие именно столбики нас интересуют и значения для этих столбиков. Окей, это все понятно, но есть хитрые таблицы, временные таблицы и представления. Давайте, временные таблицы там я особо рассказывать не буду, расскажу немножко о представлениях. Что это такое? У вас есть некие физические таблицы, которые в принципе нужны, но в которых могут быть какие-то секретные данные, к которым не надо иметь доступа. Берем, создаем на них представление. Что такое представление? Это некие как бы виртуальные таблицы. Как они получаются? Вы пишете что-то типа SQL выражения, которое будет его показывать. То есть, создаете представление с каким-то именем, задаете количество колонок, а потом пишете select surname age. То есть, получаете представление из таблицы юзеров, в котором будет только две колонки, фамилия и возраст. Что здесь важно знать о представлениях? Существует два алгоритма создания, merge и temp table, то есть, слияние и временная таблица. У каждого свое преимущество. Если мне помнить, не изменяет, merge более быстрый, сейчас сходу тоже не скажу, а у temp table нет всех возможностей merge. Основное применение, все-таки, насколько я понимаю, у нас редко это используется, но это вопросы безопасности. То есть, можно разделить логику хранения и логику использования. И права доступа можно настраивать, не давать на таблицу, а давать только на какое-то представление этой таблицы. Ну, в принципе, не обязательно даже на представление таблицы, а представление может содержать в себе и джоин. Вот. В общем, с точки зрения удобства это тоже хорошо, потому что вы абстрагируетесь от джоинов, если вам нужно. Вот пример представления. Создаем представление V, как select subject, и вот можно даже такие действия поменять. Число просмотров на число ответов. Вот. На этом все. Давайте теперь закончим с основной частью лекции. И я, как обещал, расскажу вам лучше о шардировании. Немножко порисуем. Это будет более интересно. Отлично. Вспоминаем следующий важный факт. Репликация не позволяет вам масштабировать записи. Да? Это большая проблема, потому что иногда вам нужно много записей. Как решить эту проблему? Проблема решается шардированием. Как частный случай, партиционированием. В каком смысле много записей надо? Много записей происходит в вашей таблице, и вам надо масштабировать записи. Ну, инсертов. Вот. В таком случае, например. Хотите поэтому шардироваться. Либо у вас просто даже чтение уже репликация не спасает, потому что там, не знаю, индексы разрослись, и тяжело ставить еще реплики. Не хотите, чтобы росло число излишнего дублирования информации, потому что реплики они уже полностью друг друга копируют. Вот вам это не нужно, допустим. Вот. Хотите пошардироваться. Что такое шард? И как его делать? Вы выбираете некий ключ шардирования, да? Пускай это будет, допустим, email пользователя, да? Берем email, считаем от него какую-то хэш-сумму. Пускай, например, это будет CRC32. Почему CRC32? Ну, потому что вам не нужны криптостойкие хэши, они считаются долго, они специально сдезайнированы так, чтобы считаться долго, а вам это не надо. Вам достаточно просто, чтобы оно равномерно распределялось, но не было криптоустойчивым. Поэтому CRC32 какой-нибудь от email, считаем, получаем число. Не знаю. 100 тысяч. И берем остаток отделения от числа шардов, как вариант. От двух. Получаем либо ноль, либо один. Окей. Вот это как раз и есть тот шард, в который нужно записать. В теории все просто. Какие проблемы нам сразу дает шардирование? А шард это просто как часть таблицы, да? Шард это, грубо говоря, вторая копия базы данных. Можем сказать, да, часть таблицы в каком-то смысле. В принципе, там есть такое понятие, как партиция. Для MySQL это уже в определенной степени шард. Вот есть один инстанс базы данных. Второй инстанс базы данных. Все, что ноль, летит в эту таблицу. Все, что один, летит в эту. Взаимные пересекаются и в совокупности как раздаются базы данных. Да, да, все верно. То есть в совокупности они не пересекаются и дают базу данных. Какие у нас с этим проблемы сразу возникают, ребят? С чтением. С чтением какие проблемы? Нужно знать, с какого шарма читать. Окей, принимается. Еще какие проблемы? Join. Да. У нас сразу не получается делать join. Допустим, у нас сайт знакомств, и мы хотим подобрать человеку по его интересам предпочитаемых для него партнеров по его жизни. Он сразу будет в таком случае ограничен, если клипы писать, естественно. То есть это решаемая проблема только теми, у кого у него магическим образом совпал CRC-32. Не, ну мы, конечно, можем сказать, что это карма такая. И, чувак, если у тебя не совпало CRC-32 это очаровательная девушка, вам не суждено быть вместе. Карма у тебя такая. Но так делать, наверное, не надо. Поэтому, если у вас предполагается join, и он предполагается, такие вещи надо выносить, например, на бэкэнд. В MySQL, если мне память не изменяет, до сих пор нет штатных инструментов шардирования. Вот шардирование я видел очень круто сделано только в одной базе данных, с того, что я видел. Это не значит, что это единственное на самом деле. Это Mongo. Вот у нее это все очень хорошо сделано и удобно. У нее это будем завтра смотреть. Кстати, ребят, пока разговор зашел, чтобы я понимал, насколько тема интересная, может быть, тоже стоит ее подменить чем-то более интересным. Кто работал с Mongo, поднимите, пожалуйста, руку. Так, людей немного. Отлично, значит, зайдет. Вот, посмотрим. Очень интересная база данных. Небольшое отступление. Ее основное преимущество в том, что она дезайтирована не на производительность, как таковую, а именно на масштабируемость. Вот она в этом плане очень хорошо заходит. Так, возвращаемся к шарнированию. Если нам нужно что-то поджойнить, вы можете вот так... А какая была первая проблема? Вторая джойна, а первая... Первая проблема, мы не знаем, на какой шарт идти. Я сейчас расскажу, как решать все это, да. Потому что это проблемы, с которыми я ежедневно сталкиваюсь. Вот, и иногда мы, в принципе, упираемся в эту проблему и не знаем, как ее решить красиво. Окей, суть шартирования поняли. Есть идея, как сделать взвешенный шарт. Вспоминаем наш типичный пример. Откопали у бабушки в гараже Pentium 1, а у нас есть какой-нибудь мощный Xeon. Хотим, чтобы большая часть информации летела на Xeon, а было шартирование. Как это можно сделать? Нет, делаем веса. Сейчас, давайте порисуем. Нет, у нас всегда шардирование должно всегда, если один раз шарт попал в нулевой, он всегда должен идти в нулевой, но ничего сработать не будет. Ну, понятно. Вероятность, с которой он вставляется, левый или правый? А CRC, грубо говоря, равновероятностный должен быть. Так, сейчас. Полка стирается немножко. Делаем такую табличку. Допустим, у шарда номер 1 вес 0, точнее, 1 вес у нулевого шарда. И делаем остаток отделения на 4. 25% всей информации у нас будут иметь остаток отделения 0, а 0 у нас это первый шард. А остальные будут 1, 2, 3 иметь остаток отделения. И это вот это, это, в общем, это всегда второй шард. Понятно, да, идея? Вот так вот можно реализовать веса. В общем-то, у нас они так и реализованы приблизительно по весу. У нас есть табличка на 1024 ячейки, и мы там размечаем, какие ячейки какому шарду принадлежат. Окей, давайте. Все стрелочки идут в правую колонку. Слева идет остаток отделений, так? Это остаток отделения возможный. А в правой колонке это номер шарда. То есть это остаток отделения, вот, назовем его, а это шард ID. То есть чем больше ячейк справа занят каким-то шардом, тем больше у него вес. То есть у этого вес 3, у этого вес 1. 3 плюс 1 на 4. Вот остаток отделения на 4. Значит, 25% всех данных будет попадать на 0, второй будет попадать на 1. Теперь тоже немаловажный момент. Как правильно выбирать ключ шардирования? Это прям больная тема моя. Потому что... Сейчас, секунду. Давайте расскажу вам о боли на примере на практическом. Вот, по отзывам читал, что многие из вас хотят побольше практических примеров. Вот расскажу практический пример. У нас есть некая папочка, где хранятся письма пользователя. Так, представили? Каких две характеристики есть у пользователя, скорее всего? Ну, как можно адресовать пользователя? Email первый вариант, а второй user ID, да? Очевидный способ. Теперь представляем ситуацию. Большая часть всего у нас адресуется primary key будет user ID, да? Некая чиселка. И есть email. А теперь представляем ситуацию. У нас все отшардировано по email, да? Вот мы храним эту папочку в разных шардах. У нас есть email, user ID в этой табличке и путь к папочке, да? Давайте нарисуем. Всем же видно хорошо, да? Сори, у меня почерк не очень. Вот email. Уит. Пас. Ключ шардирования у нас email. А пас это или что? Ну, путь к папочке какой-то. Не суть. Просто некое абстрактное что-то. Что нам нужно получить, да? У нас email. А теперь представляем, у нас в каком-то коде нет user ID, ой, пардон, нет email. У нас есть только user ID. Ну, нормальная ситуация, да? Какой у нас вариант? Мы не знаем, в какой нам шард идти. Потому что у нас есть только user ID, а с помощью user ID мы не можем сказать, куда нам нужно идти. Да? Вот здесь я не подскажу вам решение проблемы. Если оно существует, то я не представляю, каким бы оно могло быть. Поэтому надо очень аккуратно такие вещи делать. Вот. Далее. Как правильно выбрать шард ID? Старайтесь, чтобы у вас пользователи, которые друг с другом будут взаимодействовать, были в одном шарде. Вот это общая рекомендация. Давайте представим, у нас есть социальная сеть какая-то, и у нас есть табличка диалогов. Неважно, абсолютно какая-то база, это может быть Tarantul, может быть Mongo, может быть MySQL, Postgres, что угодно. Важно. У нас есть табличка диалогов. Два вопроса. Какой должен быть primary key у таблички, какой должен быть шард, ключ? Идею поняли? У нас есть диалоги юзеров друг с другом. Что можно хранить? Какой должен быть primary key? Два ID совокупность. Да, совокупность двух ID-шников. Все верно. И шардировать нужно именно не по левому пользователю диалога, по правому пользователю диалога, а именно целиком по primary key. Чтобы участвовал в этом CRC и ID-шник первого пользователя, а ID-шник второго. Вот именно такой ключ шардирования должен быть, иначе замучаетесь. Понятно почему, да? У нас ID-шник второго пользователя представляется как чисто тайм. Да. Получается, эти числа дописываем просто одно вместо другого или капель складываем? Любой способ подойдет в данном случае. Главное, чтобы оно оставалось постоянным. Нет, тогда можно. То есть нельзя же предположить, тогда будет 22 и 2, то есть одинаково получится, если просто дописать. Ну, окей, давайте я вам предложу какой-то способ конкретный. Пускай у нас user ID это 4 байта. 4 байта, да? ID 2. Еще 4 байта. Ну, сделайте 8-байтное число, где первых 4 байта будут ID 1, ID 2. Вот такой вот, например, способ. У вас никогда здесь ничего конфликтовать не будет. Рабочая схема, да? Тогда, чтобы получить диалог пользователя, вам все сообщения, грубо говоря, пользователей друг к другу, вам нужно будет сходить. Какие здесь проблемы могут быть, ребята? Вот все вот в этой схеме будет рабочим, кроме одного момента. Что нужно предусмотреть? Как решить проблему? Все правильно говоришь. То есть, смотрите, ребята, у вас Васе пишет Пете, тогда ID 1 будет Вася, ID 2 Петя, потом Петя пишет Васе, и будет ID 1 Петя, потом Вася. Как решить проблему? Можно зафиксировать, кто первый написал. А как зафиксировать? Первый всегда меньше. Первый всегда меньше, да. Правильно, говорим, что ID 1 всегда должен быть меньше ID 2, ну, меньше либо равен. Или меньше тоже подойдет. Не суть. Все, получаем, что у нас все сообщения пользователей друг к другу лежат в одном шарде. И вам не приходится брауткастить сообщения на все шарды. Идея понятна? Очевидно было или я правильно сделал, что подробно остановился? Кому непонятно было это до объяснений? Все, тогда не зря объяснял. Окей, вы говорите, потому что я какие-то, скажем, из этих моментов получал потом, кровью, болью и работой в 4 часа утра, потому что надо завтра сдать проект, и мне будет очень стыдно, если я его не сдам. Вот, а на такие кастели наступаешь. Не думаешь сразу, вот, о таком надо думать, прежде чем получить это на опте. Еще можно такой вопрос? Мы не будем в таком случае, если очень много диалогов будет друг к другу, не будем по памяти проигрывать их. То есть, если будет, там, если у нас есть N пользователей, и они почти все друг с другом общаются, ну, делаешь, во-первых, у тебя пользователи никогда не будут все друг с другом общаться. Вот, это принцип локальности. Скорее всего, ты с кем общаешься? Ну, со своими друзьями по университету, вот. Ну, короче, 99,9 твоих контактов, я уверен, это жители России, да? Не, ну, мы как бы не обязательно, допустим, на такой вот кейс, а какой-то просто, ну, даже другое что-то. Вспоминаем то, что я говорил на прошлой лекции, know your data, основной принцип проектирования баз данных, подумай. Это зависит от. То есть, если у тебя броудкаст-чат, и все пишут всем, наверное, вообще глупо так хранить информацию. Тебе достаточно хранить не кому она была направлена, а просто всем. Ну, потому что она направлена будет всем, если это какой-нибудь МИРК. Вот, там, хранишь айтишник канала и все. То есть, здесь просто надо знать данные и как они будут использоваться. Окей, вспоминаем про то, что я рассказывал на первой лекции про кэширование, да? Там же тоже шардирование отлично заходит. Почему нет? Это тоже своего рода база данных. Вот, не революционная, да, но база данных вполне себе. Помните, какая проблема у нас бывает? Что люди заложились на то, что... Это неправильно, но так происходит часто. Что люди заложили, что у них все работает только когда есть кэши. Да? Как это выглядит? У нас стоит два шарда с кэшом, с мэм кэшом условным. А потом в них заканчивается место. Что делать? Ну, давайте нарисуем, как это может выглядеть. Один, два... Один, два... Так. Что это? А помните табличку рассматривали, как шарды куда попадают? Остаток отделения... Ой, ну только с нуля здесь надо начинать. Ноль, один, два... Вот так вот. Остатки отделения и в какой шарт идем. Большая часть идет на первый шарт, сюда. Представляем, на этих двух шартах закончилась память, допустим. Ну или по процессору они справляются. Короче, нам нужен еще один шарт. Мы делаем вот так вот. Два, три... Три. Появляется новый шарт. Что произойдет? Допустим, у нас был ключик, не знаю, четыре... А, ключи... Нет, не четыре, один. И у нас все, сразу система шардирования рушится. Чертовые матери. Все. У нас тут же кэш-месы растут. У нас складывается база данных просто... Узер-ид один, остаток отделения на... Раньше был на два. Почему на два? На три. И он был единицей. Ну ладно, здесь только не единица должна быть, а пятерка. Пускай будет пятерка. Да. Пять на один. Остаток отделения два. А теперь стало пять остаток отделения на четыре. Ну понятно, почему четыре. Добавилось еще одно. И будет единица. И мы идем в другой шард. Все, у нас все порушилось, у нас все кэши инвалидировались. Вообще все плохо. Как думаете, решаемая проблема? Да. Плюс один делать. Чего делаем? Плюс один. Нет. Муторно, сложно, все равно. Каждый раз плюс один делать, а тогда... Ну все равно нарушится схема шаркирования. Вот этот шард не будет заполняться. Новый. При таком случае. Проблема не так решается. Отойдите от концепции таблички. Вот буквально 15 секунд подумайте. Может у кого-то появится светлая мысль, как решить. Окей, можете записывать себе куда-то на подкорку мозга магическое слово, которое надо будет погуглить, когда забудете весь тот бред, который я вам рассказываю. Консистентное шардирование. Схема называется. Каждый раз рассказываю, каждый раз вспоминаю с нуля, как это все работает. Сложно. Не то, что сложно, забывается. Память оперативной головного мозга вымывается. Видно в камеру нормально? Отлично. Давайте немножко порисуем еще. А кто сказал, что обязательно табличка должна быть? Мы же люди умные, мы сразу закладываемся на то, что будем масштабироваться. Рисуем такое колесо. Вот эта вот точка, начало координат, это 0 и одновременно 2 в 32 степени. Понятно, почему в 32, да? Очевидно, в 7, я думаю. Ну или в 64, окей, кому как надо. Размечаем на этом колесе, ну оно вот так вот идет, шардики. Раз, два, три. Те же самые остатки отделения на 2 в 32 степени. У нас закончился вот этот шард. И мы добавляем на это колесо наше магическое. Еще одну точку. Что происходит? Только вот эти вот маленькое число достаточно элементов не найдется в кэше и пойдет сюда. И нагрузка на базу будет намного меньше. Идея понятна? Нет. Так. Окей. Еще раз будем рисовать колесо. Идея на самом деле проста и гениальна. Я последний раз радовался от такой простой идеи, когда я понял, как работает блокчейн. Я даже не думал, что это настолько просто. Смотрите. Есть нолик. Получаем какой-то ЦРЦ пользователя. Допустим, у нас шардирование по e-mail идет. ЦРЦ 32, да? Получаем какое-то число. Вот так. Которое лежит в диапазоне от 0 до 2 в 32 степени, да? Ну, потому что ЦРЦ 32. Как бы 32 намекает. Смотрим. Мы попали вот в эту точку на кругу, да? Вот в эту точку на кругу. Смотрим, какая ближайшая точка по движению в кругу. Вот. Вот эта точка. Эта точка символизирует собой какой-то шард. Логично? Значит, мы лежим в этом шарде. Это так работает. Дальше, ситуация. У нас сейчас три шарда есть. Вот этот шард, вот этот и вот этот. Все уловили. Место в шардах закончилось. Там срочно нужен еще один шард. Причем место закончилось вот в этом шарде. В этот шард какие летят данные? Вот от этой точки до этой. Все они летят вот в этот шард. Это очевидно всем. Рисуем вот здесь, ровно посередине, еще один шартик. Добавляем его и вносим его в нашу некую схему шардирования. Внесли. Какие теперь данные полетят в этот шард? Вот эти вот. Они летят в этот шард. Потерялись ли вот эти данные в нашей системе шардирования? Вот эти вот. Вот эти вот потерялись данные? Вот эти вот потерялись? Не потерялись. Только вот эти, только чуть-чуть данных потерялось в схеме шардирования. Все, зашибись. мы только вот этой вот, вот, вот эта вот часть пользователей у нас будет перешардироваться. Это же, это гениально. То есть у нас не нарушается схема шардирования. Идея проста и гениальна одновременно. Кстати, как ни странно, придумали ее достаточно недавно, что-то в конце нулевых годов, по-моему, не помню уже компанию, вот, Шраблер, что ли, ее придумал. Вот, я ее первый раз вообще услышал на Highload конференции в... Это была осень 13-го года, да. Осень 13-го, все верно. Кому интересно, опять же, я скину, кто мне напишет в ВК. Вот, есть замечательная лекция от Константина Осипова и, к сожалению, не помню фамилию второго человека, он из Баду. По-моему, Константин Рыбак, если меня память не изменяет, но могу ошибаться. Консистент Шартинг, что ли, как-то так оно называется. Это, ищите видео конференции Highload 2013-го года в Ютубе, оно есть 100%. Константин Осипов, вот, 100% найдете эту лекцию, она очень хорошая, и, по-моему, тем из вас, кому я кидал ссылку на Highload блог, вот, там тоже наверняка есть эта статья. Вообще, конференция 2013-го года была, на мой взгляд, самой лучшей из всех, которые я посещал. Вопросы есть вот по этой схеме? Да. А если мы от маршанта хотим большую долю выделить? Его доля будет тем больше, чем больше он пройдет от этой точки до вот этой. Вес характеризуется чем в данной схеме шардирования? Насколько точка будет удалена от предыдущей ей? Все равно меньше, чем у любого из тех, кто был. То есть, большее хранилище не имеет смысла добавлять. Почему? Потому что все остальные отрезы будут меньше, чем у этого. Ну да, ты же можешь сюда еще шард приткнуть и сюда. Как правило, у тебя же все шарды равномерные. Если у тебя место закончилось вот в этом шарде, то, скорее всего, оно закончилось и здесь, и здесь. Ну, можно ведь подозним шард еще новый. Несколько поставить кружочек. Ну, вам, если надо, будет вы кружочки сдвинете. Вам же постепенно. То есть, вы воткнули сюда, часть данных доехала сюда, потом взяли эту точку, сдвинули. Вот сюда куда-нибудь. Вы же можете точку подвинуть. Смотрите, в чем идея. Вот у вас есть эта точка, вы говорите, теперь она находится не здесь, блин, куда я маркер делал. Вот точка находилась вот здесь, а мы ее раз и сдвинули вот сюда. И все. Опять же, пропала только маленькая-маленькая часть ключей, которая была вот где-то вот здесь. Вот старое значение, где находилась точка, вот новое значение точки. только вот эти ключи потерялись. Идея понятна? Господа? Потерялись, значит, что вот эту часть надо все просто взять и заново переписать. Да-да-да. Ну, мы же говорим именно о шардировании не базы данных в данном случае, какой-то, которая так нужна нам критично, а именно о каких-нибудь кэшах. То есть, у нас всегда есть актуальные данные в какой-то, допустим, реляционной таблице или в тарантуле условно, где-то они лежат. А это конкретно какой-нибудь редис, мэмкэш, где данные, потеря данных не супер критична. Такой алгоритм заранее надо сделать. Конечно, ну, это архитектурно должно быть заложено. Поэтому я вам это и рассказываю. Если вы сдезайнируете систему криво, вот, вас уже вряд ли что-то спасет. То есть, вспоминаем, чем более старый проект, тем больше там архитектурных ошибок накапливается, поэтому все говорят, о, круто, давайте мы это старье перепишем, делают новую систему, и она работает несколько лет, а потом в ней тоже накапливаются костыли. Ну, знаете, этот анекдот, да, 12 стандартов, все они ужасные, давайте сделаем новый стандарт, он будет объединять все предыдущие, блин, у нас теперь 13 стандартов, что делать, давайте сделаем 14 стандарт. Вот, шутки шутками, а так оно как-то и работает. Сейчас. Кто вам рассказал? Ребята, как думаете, хорошо ли вообще делать решардинг? Насколько это простая операция? Наверное, не очень хорошо. Нет, смотрим, в этом случае, если перезаписывать, куда-то все надо, ну, как с базой данных, то, наверное, это сложно. Смотрите, идея в чем? У нас есть один шард, да? Ну, как? Даже не шард, просто целиком база данных. Потом у нас сервер перестает справляться, и нам надо сделать два шарда. А если у нас было два шарда, то, допустим, надо сделать четыре шарда. Сложно это по-вашему? Вот кто считает, что это сложно? Несмотря, как делать. Мы хотим делать без потерь, без всего, чтобы все было идеально. Mail.ru, напоминаю, работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Даже високосный год. 66, точнее, високосный год, да. Мы даже високосный год всегда работаем. Ну, если кэш, можно почистить. База данных, ребят, сейчас не кэш. То есть, надо взять все данные, получать их, просто переписывать их? Да. А у нас схема шардирования, напоминаю, где-то заложено жестко, и мы должны знать, в какой шарм, блин, пойдем. Поэтому не все так просто, как вы думаете. Переписывать код на поддержку, поддерживать кодом, и потом переключить. Костыли. Да, но переключить, переключить это время. Время это даунтайм. Это время, когда часть пользователей работать не будет, и они будут писать в нашу техподдержку, а техподдержка будет нам писать. Говорит, «Ребята, вы что делаете? Пользователи не рады». Это как я прихожу на работу, вижу там мой друг еще по институту домой собирается рада. Я ему говорю, «Ты что, идешь домой? Пользователи страдают». Всегда надо помнить о пользователях. Делать пользователей счастливыми – это наша работа. Окей, открываю секрет. Это супертяжелая задача по решардить пользователей. Каждый раз, когда мы делаем решардинг, у нас в среднем проходит 3-4 совещания о том, как это сделать прямо. У нас большая в этом экспертиза. Последние разы, когда мы это делали, нам удавалось это сделать без таунтайма, но лучше этого не делать. Я потом отступлю, скажу, как это можно улучшить в ближайшем будущем и надеемся, что станет проще. Но мы эту схему еще не пробовали на практике. Надеемся попробовать в ближайшее время. Хотя нет, я надеюсь, что не придется пробовать и нам больше не придется решардиться. Короче, что делаем? А что нам мешает сразу на одном сервере запустить несколько копий, допустим, Тарантула? Ну, я говорю про Тарантул, потому что я с ним больше всего работаю и все мои дешарнинги были связаны с Тарантулом. Это называется... Может быть, в оперативную память все упрется? Там же на одном сервере не может быть ее... Не упрется. Объясняю почему. Идея правильная, слова правильные не упрется. Мы сразу разбиваем, допустим, на 32 шарда. На одном сервере запускаем 32 Тарантула. Вот это физически один сервер. Ну, пускай будет 6 шардов, да? Почему мы с этим живем? Да, Тарантул хранит данные в оперативной памяти и замечание справедливое, но мы уже расшардировались, у нас схема шаркирования. Мы перестали влезать по оперативной памяти. Мы же не сразу Тарантулу все нальем полными данными, нужными нам. Да? Окей. Так что нам мешает? Да ничего не мешает на самом деле. Берем эти шарды и просто часть шардов переносим на другую тачку. Прям как есть, все данные переносим. Как это сделать? Например, можно. Потом меняем местами мастер-слейв, все будет замечательно. Почему я говорю, надеюсь, в ближайшем будущем все станет сильно просто. Сейчас есть небольшой лаг в переключении мастер-слейв для записей. Потому что они будут идти либо сюда, либо сюда. Я расскажу потом, как мы такие схемы проводим лучше. Пока просто понимаем, что здесь возможен небольшой даунтайм. Вот сейчас это мастер, а здесь новые сервачки подняты. Это слоевы. И у нас будет небольшое время на переключение вот этого слоева в мастера. Да? Ну, понятно, почему. Это рестарт сервера. Пока у нас сервер рестартится, у нас не проходят записи. А можно пока оттуда делать впечатление? Конечно, можно. Ну, я говорю, просто у нас есть способы, как мы это делаем, но это головная боль та еще. То есть, ну, но это все равно проще. Потому что, по крайней мере, вам не приходится схему шардирования переделывать. Да? Вот эта вот схема называется виртуальное шардирование. Я вам более того расскажу про схему шардирования. Давайте немножко перейдем к теме лекции, которая будет в пятницу. Я вам расскажу, почему это полезно. Тарантула, какая архитектура? Он однопоточен. Ну, он не то, чтобы совсем однопоточен, там три потока на самом деле, но вот с данными работает только один поток. О чем нам это говорит? Вспоминаем предыдущую лекцию. Первую, точнее, лекцию. У вас будет на серваке 24 ядра стоять, а работать реально будет только одно ядро. Поднимаем побольше тарантулов и все нормально. У вас в принципе по барабану сколько оперативочки будет, она все равно может отожраться что на одном тарантуле, что на 24 тарантулах. Зато вы ядра будете процессор утилизировать очень-очень хорошо. Поэтому шартирование это когда вы работаете допустим с тарантулом, тем же это необходимо будет, потому что иначе вы будете утилизировать только одно ядро. Это нужно учитывать, поэтому без шардирования в случае тарантула нельзя. Ну как, если у вас немного данных, то конечно можно, но если у вас хайлоу то все такое и вы хотите ядро утилизировать нормально, то шардирование вот таким вот макаром вам очень сильно поможет виртуальное. То есть поднимаете на одном айпишнике на разных портах несколько копий тарантула и живете с этим. Вопросы? А не выгодно? Конечно. Смотрите доклад Дениса Аникина как мы сэкономили миллион долларов. То есть это на полном серьезе почта сэкономила миллион долларов на переходе переносе горячих данных в тарантула. Более того мы сейчас заняты до сих пор проблемой того, что частично данные из-за мускуля переносим в тарантула. Это выгодно. Ну то есть тарантул это не только в мейл используется, чтобы было понятно это не то, что наше пистичковое поделие. Окей. Ребят, поднимите руку для того те, для кого слово not ничего не говорит. Not и IP tables. Хоть одно слово ни о чем не говорит. Not IP tables. Окей, отлично. Серые IPшники кто-нибудь слышал, что такое? Ну серые IPшники, ребят. 192, 168, 10.0. Знакомые цифры? Вот это как раз и есть NAT. Это те IPшники, которые из внешнего интернета недоступны. Вот, оно связано немножко. Оно связано с NAT. Короче, это когда у вас на один внешний IPшник приходится много клиентов, они по портам разруливаются куда ответить. То есть, грубо говоря, если вы сидите со своим домашним роутером, а у вас есть телефон, ноутбук и компьютер и планшет, всех у них будет в интернете виден один IPшник, IPшник вашего роутера. Потому что у нас IPv4 до сих пор в 2017 году мы на IPv6 все никак не перейдем. И IPшников у нас всего 2 в 32 степени. Не то чтобы очень много. сколько это? 4 ягода, да? Еще что-то я засомневался. Вот. Ну то есть у нас людей на планете сейчас сколько? 7 ягодов. То есть IPшников меньше, чем людей. Вы только вдумайтесь, а у каждого из нас блин телефон, компьютер и прочее. Вот как тяжело и страшно жить. Так, так о чем это я? А, да. Давайте такую схему покажу. Во-первых, когда-нибудь мастер-мастер репликации удастся использовать, тогда все будет просто. Как будет выглядеть телешартинг в таком случае? Есть некий сервачок, шарт. Мы хотим из него сделать два шарта. Рисуем еще один шарт, настраиваем между ними мастер-мастер репликацию. Мастер-мастер. Ждем, когда этот шарт целиком, эта реплика догоняется целиком от этой. Все. Они догнались, они более-менее в одинаковом состоянии. Меняем схему шардирования. Ну, раньше 1-1 было, ну, не суть там как. ой, блин, сори, 0. Первый шард, 1-2 стали вот так. То есть, раньше они все летели в первый, теперь стали вот так, вот так. Летят данные, да? Теперь, как это будет происходить? Все данные первого шарда летят сюда, все данные второго шарда летят сюда. У нас между ними мастер-мастер репликация, поэтому они данными все еще обмениваются. Разрываем здесь мастер-мастер репликацию. Схема шардирования у нас уже прямая. Все данные этого шарда полетят сюда, все данные этого шарда сюда, чтение тоже будет происходить из нужных. Данными они больше не обмениваются. Единственная проблема, которая у нас остается, старые все данные, у них хранятся и здесь, и здесь копия. Мы просто запускаем, почистим какие-нибудь оффлайн скриптом, это не страшно, это не сложно. Если там в принципе у вас по памяти вы не уходите, то можно и забить на это дело, не чистить. То есть понятно, как мастер-мастер репликация нас здесь спасает. А если вы можете без даунтайма погасить мастер-репликацию, просто она вообще вам ничего не стоит. Это светлое будущее, в котором мы будем жить. у нас частично есть что-то вот это даунтайм, то есть вы можете переключить просто мастер-мастер и никакого даунтайма не будет. Сейчас буду рисовать более сложную схему. В мире, где нет мастер-мастера репликации, мы живем так. Есть старый шард, есть новый шард. Делаем репликацию мастер-слейв. Все данные летят сюда. поднимаем проксю неку, которая наша самописная, слушает по протоколу Тарантула. Меняем схему шардирования, пока еще была такая, что все данные летят сюда, делаем, что они летят не сюда, а сюда. это прокси слушает текущий так называемый LSN здесь и здесь. Что такое LSN, понимаете? LSN это, грубо говоря, номер последней примененной транзакции. если реплики не отстают, LSN здесь и LSN здесь должны быть одинаковыми. Как только у вас LSN выровнялся, то есть реплика догналась до мастера, еще раз, вся запись сейчас идет через прокси, то есть прокси решает, как сделать. Сюда напосредственно уже ничего не пишется. Вот этого стрелочки больше нет. Все идет через прокси. Записалось в этот мастер, сюда прилетает слейв. Как только прокси вот это вот считает, что слейв догнал мастер, она же может получать LSN, их просто протокол Тарантулу предусматривает свой текущий LSN. Получили LSN, и LSN выровнялись. Вся запись напоминаю летит сюда. Что очень важно, вот эта фишка однопоточна, то есть здесь невозможно рейс-кондишн никакие. Рейс-кондишн все же понимают, что такое, да? Вот. Рейс-кондишн здесь невозможно в силу того, что эта прокси однопоточна, однопроцессна. Окей, прокси решила, что все, они догнались. Она перестает писать куда-либо данные и накапливает их у себя в оперативной памяти. Она их не теряет, ничего не делает. Она их временно накапливает в оперативной памяти. Она посылает сюда команду перестань быть репликой. Эта реплика становится мастером и рвется вся репликация. Они перестают быть репликами. Как только она говорит, что все окей, она еще раз чекает lsn здесь и lsn здесь. Если lsn все еще равны после разрыва, они должны быть равны, потому что, ну, еще раз, единственный источник записи это эта самая прокси. Мы получаем, что все окей, все окей. В результате у нас это свой мастер, это тоже мастер. Теперь между ними нет репликации уже. Дальше прокси пишет данные, она же знает о схеме шартирования. Она все данные для этого шарда пишет сюда, все данные для этого шарда пишет сюда. Все ли мы сделали? Все ли у нас хорошо? Какие проблемы? Ну, чтобы репликация произошла достаточно быстро, пока не закончится оперативная... Она не закончится так быстро, как вы думаете, но там многое. Если она заканчивается в течение секунд, все плохо. То есть, у меня были опыты, когда я спасал сервак, у нас было два дня, и мы все паниковали. Поэтому это не так быстро, как ты думаешь, заканчивается. Это более-менее с этим жить можно. она после того, как переключится и поймет, она данные дольет уже в нужные шарды. Еще раз, ребят, вот у нас сейчас то состояние в системе, которое я зафиксировал на доске, это нормальное состояние, это продакшн состояние, или надо все-таки что-то еще сделать? Правильно, прокси убрать. Нет, слейв у нас уже нет понятия. Еще раз, мы репликацию делали только на время. Ну, понятно, почему на время, да? Потому что нам нужно было данные перенести отсюда, сюда, и самый простой способ это сделать, это, блин, репликация. Идея понятна? Прокси убрать надо. У нас по схеме сшартирования, здесь прописано, я там один маленький шаг пропустил осознанно, чтобы не затягивать самое интересное, я рассказал уже. Окей, есть данные суда. Сейчас, секунду. Гладжет, сбываются вот эти тонкости, каждый раз в совещании несколько проходит у нас на этот счет. А, да, просто в данной схеме получается сейчас, если я что-то не понял. Да, просто меняем схему шардирования, указываем здесь этот порт, здесь этот порт, переключаем, все льется. Все нормально, да. Я просто последний раз забыл, у нас в Прокси баг был, в такой, вот поэтому мы там с файрволлами, геморроли, все нормально будет. Вот, в общем, просто еще раз все серваки перезапускаем, снова схема шардирования и все работает. В общем, без Прокси, я не знаю, как это сделать без даунтайма, но вот такая схема позволяет хоть как жить, если все написать аккуратно и правильно, чтобы не было рейс-кондишенов. Вопросы? Который час? О, как раз время. господа? Все. Прокси она льет в оба шарда? До какого-то момента она льет только в мастер, потом, когда она переключает, она сама по протоколу передает сюда команду перестань быть репликой, в это время она задерживает данные. Как только реплика переключилась в нового мастера, она начинает лить данные для этого шарда сюда, а данные для этого шарда сюда. В принципе, она может лить все данные и в эту копию, это тоже не играет роли, потом мы их почистим, если там какие-то данные не нужны будут. Это тоже... Она сравнивает по LSN уже, но льет в токов мастер. Нет, еще раз. У нас есть мастер, есть слейв до определенного момента, потом этот слейв перестанет быть слейвом, он станет своим мастером тоже. Это не будет мастер-мастер репликация, просто это будет мастер одного шарда, а это будет мастер второго шарда. Она сравнивает по LSN только одно, что этот слейв догнался до этого мастера. Она льет все данные сюда, в этот мастер, а слейв догоняется от этого мастера. Как только они догнались, мы это узнаем по LSN. как только у них выровнялся LSN, мы об этом знаем со стороны прокси. Мы знаем, что слейв догнался до мастера, и все нормально. Здесь самое главное, чтобы в этот мастер ничего мимо прокси не писало. Вот это реально как бы боль. Надо запускать сниферас, иначе ничего не льет, иначе можно открести. Субтитры подогнал «Симон»